друзья всем привет с вами алена я вернулась и сегодня у нас с вами снова тема ваша любимая абьюзер но в отношениях когда же два человека является абьюзерами что в эти моменты может происходить и как строится вот эта вся система взаимоотношений что является первичным что является вторичным и как они вообще взаимодействуют что происходит в их квартире мы рассмотрим с вами именно в этом видео поэтому предлагаю вам подписаться на меня поставить мне лайки и прослушать маленькую информацию которая возможно будет полезна именно тебе обычно что происходит в абьюзер когда пара оказывается в этой истории один человек может нападать и быть абьюзером а может быть оба абьюзера что тогда шаг первый это отдых отдых системно обоим именно друг от друга на определенное время не знаю насколько это реально но именно в рамках этого псевдо карантина можно сказать что это очень важный шаг что происходит когда человек накапливает усталость и стресс возникает первое раздражительность второе ворчливость третье не сдержанность и потом вы как мыльный пузырёк готовы лопнуть друг на друга нервная усталость это когда сил почти вообще нет ни на что и человек начинает орать из последней сил из почему он орёт именно в состоянии когда ну вообще плохо ребята он кричит от того что ему больно это крик о помощи как ребенок кричит когда он не понимает что происходит и шаг номер два это открытое общение без этого никуда обоим общение отношения это в том числе обмен информацией если вы закрываетесь и не даете обратную связь ситуации то она именно и будет такой и не будет меняться ставьте плюсы те кто оказался в этой истории также и партнер ваш может не хотеть открываться вам и он может вам не доверяет особенно если вы много раз до этого уже использовали некие сказанные вещи против него возьмите за правило не орать не обвинять нет тыкать и не оскорблять это базовые вещи которые нужны в отношениях в паре когда два человека оказываются в абьюзе да получается будет хорошо не сразу не всегда и сразу вообще возможно не будет получаться и в это время вам нужно не срываться не отступать и про шаг за шагом продолжать искоренять вот эту привычку выплескивать на друг друга весь этот эмоциональный хлам понять если под всей этой агрессии и защитными реакциями любовь и желание быть вместе если вы на том этапе что вы просто еще не понимаете нужно вам быть вместе либо нужно вам расходиться решите это на берегу потому что дальше вы будете тратить силы например на работу с психологом на изменение внутреннюю подстройку на многие многие вещи которые изначально можно сказать окей я не готов с богом иди это просто на самом деле говорить видео но очень очень сложно паре проделать во взаимоотношениях потому что есть некая привычка есть некая память о том что человек не может быть именно без этого человека о том что ему сложно трудно больно плохо и поэтому человек начинает подстраиваться именно даже под плохие некачественные простите грязные носки грязные носки это образ того чем является сейчас ваши отношения понять есть ли под этой всей агрессии и защитными реакциями реально любовь и желание быть вместе если есть окей поехали дальше если нет как я сказала баста то все расходимся не такая уж и редкость когда действия не имеют смысла в виду равнодушия обоих либо одного человека люди устали и им уже просто скучно они не могут справиться с вот сильным вот этим эмоциональным наплывом и они хотят распрощаться с друг другом наговорили друг другу до конца дней своих и обратного хода как будто бы уже нет доверия нет кто-то закрылся кто-то отвернулся кто-то воспринимает вообще партнера как последнего врага и старается в доме выстроить некую систему в которой невозможно существовать и если вы ответили на многие мои пункты да это про нас да это про меня перестаньте это делать изначально признайте что вы в абьюзе и по ним поймите как вы раните друг друга что не хватает большего бремени поддержки разговора поймите сядьте за стол переговоров и позадавайте элементарные вопросы друг другу чего тебе от меня не хватает что я могу тебе дать и почему как ты думаешь наша система изменилась как мы можем ее реставрировать либо улучшить лучше спрашивать улучшить давайте это друг другу давайте вот эту эмпатическую связь давайте вот этот контакт и тогда будет все у вас взрываться но когда происходят такие моменты как человек один старается пыжится напрягается а второй просто на это закрывает глаза если он на это закрывает глаза то соответственно появляется такая такое нежелание другому что-то создавать а зачем мне это делать а зачем все равно будет так как было это краткая информация для вас об отношении и вторая часть моего видео посвящена конкретным примером давайте просмотрим в иллюстрации те наверное семьи которые у меня были но не последнее время но некое время назад она он они работают вечер у них совместный но есть нападение есть некое нарушение границ есть выяснение отношений есть беспричинный ор есть претензии которые не заканчиваются ничем почему оба устали оба эмоционально не сдержанны и неустойчивы и накопилось внутреннее напряжение которое хочется куда-то экстраполирую и снять но кто тут рядом иногда на человек учится выдерживать вот эти все внутренние состояния и проходит их мужественно внутри наблюдая за ними но это навык увы не для каждого и точнее не каждый его развивал и культивировал какое-то время именно поэтому человек начинает испытывать баста и это баста выливается на самых близких людей детей родных и когда эта история с этой парочкой зашла в тупик когда они поняли что уже идет вход посуда недвижимость и предметы ссоры были настолько громкими развода не было но вот это реакция на другом отыгрывать события своего дня своего прошлого своего настроения она настолько мощно руководила этими людьми что просто разрушала 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 их совместный этот континуум но когда они пришли в психотерапию сразу никаких не было чудес абсолютно мы сначала учились с ними выяснять претензии что человек хочет что он несет то есть элементарно говорить о своих чувствах и когда он приходил с работы и говорил со мной случилось она говорила я настолько устала это было принято сначала с улыбкой со смехом но потом они начали проникаться этой истории друг друга и казалось бы они уже почти становились чужими на почве разделения недвижимости и на грани развода на первым шагом было заявить другому о том что дорогой сегодня я не буду мыть посуду потому что у меня было очень много например лекций а он говорит дорогая я тоже не буду мыть посуду потому что у меня сегодня строители не выполнили отчет и такое тоже бывает кто будет мыть посуду и тут общая идея нам нужна домохозяйка второй пункт это обозначить друг другу и найти компромисс найти компромисс в решении вопроса первое мы с вами сказали о проговаривать другому чувство потом искать компромисс и это навык 2 валидация иногда мы можем валидировать себя иногда мы можем валидировать другого посмотрите обязательно это моё видео про самовалидацию и валидацию другого человека как мы можем это быстро хорошо делать они провалидировали друг друга и что случилось пришла идея решения вопроса вопрос был в отношении чувств изначально в отношении чувств одного а потом и в отношении чувств другого и он мог решиться иногда не мог решиться сразу почему потому что предложения были для одного допустимы а для другого недопустимы шаг номер три когда вы провалидировали друг друга вы приняли решение о том как вы решите проблему проблему чувств проблему самочувствия другого проблему из дне проблемы и четыре это вы проверяете насколько это выгодный вариант для обоих партнеров и если оба готовы участвовать в этом поведении то именно это говорит о том что ваша концепция вау сработала если она не сработала соответственно вы возвращаетесь к первому пункту проговорить чувство другому провалидировать но уже переосмыслить что мог другой чувствовать найти новое решение которое не не было изначальным и вернуться к моменту его принятия реализации и проверки в общем это основная концепция которой вы можете пользоваться когда в отношении есть абьюз и он просто вам не выносим ребята подписывайтесь на меня пишите комментарии как вы страдаете этим как вы справляетесь и что у вас не получается потому что я хочу максимально быть полезной в сфере контента психологии для вас друзья всем пока с вами была алена